Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу вам рассказать о подкормках чеснока, летнего чеснока и озимого. Существует две такие разновидности чеснока – озимый чеснок и летний. Озимый чеснок мы высаживаем осенью, подзиму, а летний чеснок, яровой, высаживаем весной. Их можно отличить по стеблям и листьям. У озимого чеснока листья широкие, стебли очень мощные, а летом выдвигаются стрелки с семенами. У летнего чеснока обычно не выдвигается никаких стрелок, он имеет меньшую силу роста и более узкие листья. Как правило, летний чеснок хранится очень хорошо и имеет тонкий приятный аромат, за это и ценится огородниками. Чтобы вырастить хороший урожай чеснока, крупные луковицы, обязательно нужны подкормки. Озимый чеснок я уже подкармливал два раза. Об этом есть ролик на нашем канале. Первый раз я подкармливал озимый чеснок азотным удобрением весной, а затем сульфатом магния. Магний нужен для усвоения фосфора в холодной почве, для роста хорошей корневой системы. А сера нужна для того, чтобы лучше усваивался азот и чеснок пошел в рост. Сейчас же пришла подкормка третья. Сейчас же пришла пора третьей подкормки. Для третьей подкормки чесноку нужны в первую очередь калий и фосфор. Можно вносить калий на фосфорное удобрение из расчета 30-40 грамм на квадратный метр. Можно использовать золу или зольный настой. Лучше всего, конечно, использовать зольный настой. Один стакан золы, один стакан 9% уксуса на 10 литров воды. При поливе грядки с обычной лейки хорошо усваивается кальций, необходимый также для здоровья растений. Можно использовать и сухую золу. Тогда будем вносить примерно 1-2 стакана на квадратный метр. Но усвоение элементов будет гораздо длительнее. Итого, за сезон для зимнего чеснока понадобится всего 3 подкормки, чтобы вырастить крупные луковицы. Но есть еще один важный нюанс. Скоро у чеснока начнутся формироваться стрелки. Образование будет происходить, образование семян. Поэтому не забывайте своевременно эти стрелки удалить. Если стрелки не удалять, они будут забирать все питание на себя, и луковица вырастет гораздо меньшего размера. Теперь о подкормках летнего чеснока. Летний чеснок, в отличие от зимнего, более требовательен к питанию, к структуре почвы. Любит рыхлые, структурированные и плодородные почвы. Крайне отзывчив на внесение органики, птичьего помета, перепревшего навоза, либо компоста. В такой подготовленной грядке он будет хорошо расти и развиваться. В условиях Белоруссии летний чеснок мы высаживаем уже в апреле, когда почва немного просохнет и прогреется. Всходы чеснока летнего уже на грядках появились, а значит для хорошего роста ему нужен азот. Опять же, для подкормок можно использовать различные минеральные удобрения. Например, ту же мочевину, носить 30-40 грамм на квадратный метр. Однако сейчас весна и много травы. Из нее можно делать бродиловку для подкормки чеснока. Для приготовления бродиловки хорошо подходит такая трава, как крапива, лопух и одуванчики. В данных растениях много микроэлементов. И при поливе вот этой бродиловкой нашего чесночка она улучшает почвенную микрофлору. Растения получают необходимый азот и микроэлементы для хорошего роста и развития. Чтобы приготовить такую бродиловку понадобится 2 килограмма измельченной травы на 10 литров воды. Все нужно настоять 5-7 дней, а затем разбавить в соотношении 1 к 10. 1 литр бродиловки на 10 литров воды для полива. Опять же, грядку с чесноком проливаем из обычной лейки. Чеснок мигом пойдет в рост. Через 2 недели такую подкормку можно повторить. При использовании бродиловки нужно учитывать некоторые моменты. В бродиловку ни в коем случае нельзя добавлять никаких щелочных компонентов. Например, золы, доломитовой муки, либо извести. Дело в том, что в щелочной среде весь азот улетучится и от подкормки проку не будет. Разумно добавлять в бродиловку лимонную кислоту. На 10 литров готового уже раствора для полива нужно добавить 1 столовую ложку лимонной кислоты. В такой кислой среде азот не будет улетучиваться, будет хорошо усваиваться растениями. А еще лимонная кислота поможет усвоению других элементов питания. Того же калия и микроэлементов, особенно кальция. При добавлении лимонной кислоты она служит как бы таким хилатирующим элементом. Не дает одним элементам блокировать другие. Все элементы питания усваиваются чесноком в лучшей степени. Обязательно подкормите свой чеснок весной, чтобы быть с урожаем крупных луковиц. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!